И привет всем дорогие друзья! И сегодня я вернулся в Dirt Rally 2.0, поскольку вышло новое очередное обновление. Новый спецучасток Греция. Погнали! Но прежде чем мы начнем смотреть новый спецучасток Греции, хотелось бы рассказать вам немножечко о тех последних дополнениях, которые были добавлены в Dirt Rally 2.0. Я, если честно, не совсем понимаю. Видимо, у них припекло, что очень хорошие отзывы о недавно вышедшем VRC8, который, кстати, вот мы здесь проходили, можешь посмотреть по ссылочке. И они решили тоже сделать тестовую зону почти год спустя. Парни им потребовался на это. Притом тут, как вы можете заметить, это сделано, знаешь, вот как такой шлепок по-быстрому накидано. Вашингтон USA. И здесь мы можем поменять только состояние как бы асфальта. То есть будет либо сухо, либо влажно. Поэтому тут особо ничего не выберешь. Плюс тут также появилось RaceNetClubs, где у нас, как вы помните, в некоторых играх в том же Гриде было, в DriveClub. Где, я так понимаю, вы создаете свои клубы или присоединяйтесь кому-то в клубы. Ну, если честно, не совсем понятно, нахрен это надо и вообще, кто будет этим заниматься. Но вернемся к последнему обновлению. Итак, вот у нас здесь есть несколько спецучастков. Итак, их добавили 11 спецучастков. Ну, понятно, какие-то повторяются, поэтому поделим, наверное, пополам. Поэтому, ну, где-то 6 новых спецучастков Греции. Теперь у нас задача, на какой из машин поехать. И давай, наверное, первый выберем Subaru. Уж больно сильно она мне понравилась в предыдущем обновлении, которое также вот здесь можете глянуть. Итак, первый спецучасток, ребята, Греции загрузился. Ну, смотри, выглядит достаточно масштабно. Так красиво, да, красивые пейзажи. Такое грустное лысое дерево стоит посередине. Ну, ладно. Для первого спецучастка я взял парня Subaru. Уж больно сильно она мне понравилась в прошлый раз, когда мы играли в Dirt Rally. Смотрели с вами последнее обновление. Как раз был добавлен этот Subaru 2001 года. Ну, что, мы начинаем. Выжимаем ручник и погнали. Дворники у нас что-то заработали. Слушай, мне кажется, они что-то доработали по графике, потому что игра, как будто картинка стала плавнее. Либо я отвык уже на небольших пространствах ездить, либо просто отвык. Вообще, я сразу же чуть и не разбил тачку. Блин, другой фидбэк после VRC. После breakfast вообще другой фидбэк. Блин, ну, я думаю, как Мэйк лучше тройдить. Тогда сейчас нужно будет сделать рестарт. Да, определенно нам нужен рестарт. Так, парни, ну что, рестарт готов. Смотри, у нас два агента Смит справа стоят. Просто вылитые, как из Матрицы, братья-близнецы. Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. Парни, сразу приношу свои извинения. Сегодня, наверное, я в ролике буду много сравнивать эту Dirt Trally 2.0 с VRC, которая на днях вышла. Ну, потому что это логично. Если до этого мы могли с вами сравнивать Dirt Rally 2.0 только с предыдущей версией по Dirt Rally, то сейчас мы вполне можем это провести, так скажем, в параллели между этой версишкой и версишкой. Ну и сразу хочется сказать, что, конечно, версишка по графике уступает. Я не знаю, как для ПК, ребят, но на четвертой напрошке у меня 100% графика у Dirt Rally 2.0 получше. Я не говорю ничего за физику или по фидбэку. Физика здесь неплохая, она мне всегда нравилась, но после того, как я попробовал физику в версии 8, уже просто невозможно сюда вернуться и сказать, блин, чуваки, это лучшая физика, что я пробовал. Вот после версишки я так вот сказать не могу. Вы можете, конечно, со мной не согласиться и сказать, чувак, ты несешь полный бред вообще, и версишки говно, физика и управление говно, и вообще мне не нравится эта игра, и Dirt Rally просто король ралли. Это будет тоже ваше мнение, но по моим ощущениям, что я чувствую, я вам точно могу сказать, что версишка мне нравится больше. Так, что-то я с передачи тут напутал. Ну, по поводу спецучастка Греции, ну, наверное, сказать такого, что прям как-то вау-вау отличается от других спецучастков того же Dirt Rally 2.0. Ну, понятно, кроме там заснеженных или и того. Сейчас чем-то похоже на Вэльс, смесь Вэльса, Греции, Аргентины. Вот что-то такое, вот. Так, аккуратно. Ну, единственный плюс, и мне кажется, он огромный, я бы даже сказал, жирный плюс, вот, Dirt Rally 2.0. Это вот такие вот забросики автомобилей, и смотри, она пошла, пошла, пошла в дрифте в таком, в занозе. Вот версишки так сложно делать, я не знаю, там у тачек какой-то сверхдержак. Ну, и, конечно, здесь огромное преимущество, парни, что у нас большой достаточно выбор автомобилей, но за этот выбор автомобилей надо выложить, как вы уже помните, 7, около 7 косарей. Потому что все это дело с этими DLSI переросло уже в какой-то грабеж, честно говоря. Ну, что поделать, хочешь кататься, приблизи санночки. Но вот этого реально не хватает, верстишки, блин, как они закидываются, тачки, по кайфу, вообще. Так, сейчас у нас будет крутой поворот. Блин, ручничка не хватает на кнопки этой, которые далеко тоже находятся. Ух ты, что-то она не закинулась. Вот сейчас вообще вылитый DLSI, только ёлки как-то нарисованы похуже. А так, в целом, очень даже. На самом деле, после BRC-шки, BRC-шки ты все время едешь в каком-то, знаешь, в таком... Не знаю, как вы, вот я лично еду постоянно в каком-то жестком напряге. Там как будто трассы кажутся ниже, да, больше каких-то опасностей. Хотя, по сути, все примерно то же самое. Камни, деревья... Найс! Ну, в целом, выглядит неплохо. Давайте посмотрим, какие еще есть спецучастки и прокатимся уже на них, собственно, на другом автомобиле. Поехали! Ну что, дорогие друзья, я создал новый спецучасток. Выбрал вот такой вот Ford Escort RS Cosworth. Кстати, прикольная ливрейка, тоже, видимо, из новых. Выглядит оно такое немного, да? Как будто чей-то с райончика, а не раллийная версия. Так, зажимаем ручник. Также в последнем DLC вместе с Грецией добавили некоторые ливрейки на несколько автомобилей. Но мы их смотреть не будем, потому что, ну, сами помните, эти ливрейки, по сути, в Dirt Rally 2.0 сделаны так, для галочки по большей части. Так, ну почти получилось нормально сюда развернуться. И на этом спецучастке должно быть много таких вот поворотов-возворотов, поэтому должно быть интересно. И, кстати, то, как выглядит вот этот спецучасток, в отличие от предыдущего, мне нравится больше. Есть такая тема, некоторые спецучастки выглядят не очень, но заходишь в той же стороне на другой какой-то спецучасток, и, блин, смотри, какое облако пыли сзади стоит, кайфовое, да? Заходишь на какой-то другой спецучасток, и он уже выглядит совершенно иначе. Это вот, наверное, тот самый случай. Сейчас более, так скажем, опасно выглядит ландшафт. У нас слева такая, отвес идет, да, серпантин. Впереди видно только горы, вот такие вот трамплинчики. И, сука! Кажется, у меня проблемы. Словил я, короче, лысое дерево. Только говорил про серпантины, что нужно быть аккуратным. И убрал сусом. Ну ладно, едем дальше, плевать. Так, держимся подальше от края. С оточкой у нас разворот. С оточкой у нас разворот. Оооо, вот это вот прям класс. Оп, еще один. Так, что-то меня здесь задержало. И я смог удержаться на трессе. На спецучастке. Это было тоже опасно, надо поаккуратней. Так, сейчас у нас опять... Вот этого VRC-шки не хватает. Вот. Этому надо VRC-шки получить. Судер тралли 2.0. Тому, как здесь это сделано, и как это не сделано VRC-шки. Блин, опять разворот. И оп, ручничок. Блин, пошел, пошел. Блин, посмотри, какая красота. Вот это кайф. Вот от этого и еще разок. Ух, держись, родная. Тихо. Отлично, перелетел. Типа так и задумывал. Увидел, уже поздно, что там все, пропасть. Подтал газку, чтобы попробовать ее перепрыгнуть. Да, вот таких вот забросиков задней оси, такого управляемого скольжения. Вот этого VRC-шки точно не хватает. И вот, собственно, из-за вот этих... Бах! Перед самым финишем просто развожился. И вот этих вот вещей как раз VRC-шечки не хватает. И вот из-за них и хочется возвращаться обратно в Dirt Rally 2.0. Смекаешь? Вот такой вот получился обзор на новый спецучасток Греции в Dirt Rally 2.0. На этом, дорогие друзья, на сегодня я буду заканчивать. Если тебе понравилось, не забывай подписываться на канал, жать большой палец вверх и оставлять свои комментарии внизу. Ну, а мы с вами увидимся уже в следующем видео. До новых встреч, ребят. Всем пока!